Восемь вечера в Украине. Самое время подвести итоги этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Вопрос жизни и смерти. Пошли вторые сутки сухой голодовки Надежды Савченко. Эхо европейских проблем. Нелегальные мигранты из Сирии добрались до Украины. Фантазии изгнанника. Беглый Азаров рассказал, какие кровосиси испортили ему жизнь и как он наслаждался соловьиным языком. С новыми санкциями. Европа приготовила подарок беглому Януковичу и его команде. Официально подтвердила, ограничения продлены еще на год. Кто в списке? Насколько им испортили жизнь? Разбиралась Анна Каменева. Санкции Евросоюза против 16 украинских экс-чиновников на следующий год сегодня официально вступили в силу. Решение обнародовали в журнале ЕС. В санкционном списке по-прежнему Янукович и его сын Сергей Клюев, Николай Азаров и несколько его министров. Однако в документе сказано, из черного списка исключили Раису Богатыреву. Она возглавляла Министерство здравоохранения времен Януковича. В ГПУ говорят, все необходимые документы и доказательства по ее делу передали Совету ЕС. ГПУ подозревает Богатыреву в растрате и хищении государственных средств при закупке лекарств. К тому же фирма ее сына выигрывала практически все тендеры на закупку дорогих медпрепаратов. Казна потеряла миллионы гривен. Еще ранее брюссельский журналист Радио Свободы Рикард Йозвек со ссылкой на свои источники утверждал, чиновники в Совете ЕС исключили Богатыреву из санкционного списка, поскольку она якобы вернула украденные деньги. Вот что на это ответили в ГПУ. Здесь меняется шкода в размере 6,5 миллионов гривен, витраченных на закупку лекарств. В жовтні 2014 года вказаны деньги приватным предприятиям, которые получили, были вернены до государственного бюджета. Шкода была компенсована. В связи с этим, так и решение сегодня. Тем временем бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, обжалует продление санкций в суде ЕС в Люксембурге. В мене никогда не было майновых правовидностей с краями ЕС, и я и моя родина никогда не мали жодного майна, тому санкции безподставны. И другая причина, должна быть ответственность за порушение моих прав с боку посадовых осіб нашей страны и посадовых осіб ЕС, которые поклали в основу санкций недостоверную відомость. Скорее всего, санкции вскоре обжалуют и другие бывшие чиновники. Но в Генпрокуратуре Украины считают, что выиграть суд у них шансов мало, поскольку следователи уверены в неопривожимости улик и собранных ими доказательств. Анна Каменева, Даниэль Косаковский, подробности телеканал Интер. Ну, у самих бедлецов своя правда. Вот так бывший экс-премьер подал голос из Москвы. Николай Азаров пообщался с журналистами новой газеты. Ответил на очень неудобные вопросы. О разгоне студентов на Майдане протестующих назвал бомжами, а беркутовцев пострадавшими. О своих деньгах и имуществе в Австрии заявил, что ни единого евро у него якобы нет. О кредитах от России и баснословной цене на газ в 550 долларов сказал вот, что Николай Янович считает идиотами тех, кто сейчас закупает топливо по 170. Ну, а себя, конечно, считает великим строителем, который подарил Украине аэропорты, дороги и стадионы. Вспомнил и Виктора Януковича, уверяет, с момента бегства его не встречал. В конце интервью рассказал о том, как наслаждался в свое время пребывания в Киеве мелодичным украинским языком. Ну, видимо, забыл, как его кровосиси и попередники высмеивались в анекдотах и карикатурах. Адвокаты Надежды Савченко обратились к уполномоченному по правам человека России Элле Памфиловой. Сообщил об этом один из защитников нашей соотечественницы Николай Полозов. В тексте петиции требование начать мониторинг за состоянием украинской пленницы, а также призывы информировать общественность об этом. Но, по словам Полозова, телефон амбуцмена России пока молчит. Тем временем пошли уже вторые сутки сухой голодовки Надежды. Все подробности у Данила Русакова. Четыре дня до следующего заседания и вторые сутки сухой голодовки. А еще первая суббота глухой неизвестности о состоянии Надежды Савченко. Вплоть до следующих слушаний в стране выходной. В СИЗО доступ закрыт всем и адвокатам, и даже родственникам. Такова страшная арифметика в деле украинской пленницы. Накануне федеральная служба исполнения наказания сообщила, кормить Надежду они будут насильно. Сама фигурантка в дело написала письмо. В нем содержится отказ от приема пищи и воды в любом виде. Как себя ведут тюремщики, начиная с сегодняшнего дня, до сих пор неясно. Неизвестным остается и то, когда появятся первые данные о состоянии украинской пленницы. Логику суда, который вдруг неожиданно перенес заседание, отказал Надежде, в последнем слове сейчас пытаются понять многие. И вот как комментируют ситуацию соратники Надежды Савченко. На своих страницах в социальных сетях адвокаты продолжают размещать информацию о реакции международных. В частности, Марк Фегин опубликовал сообщения компетентных органов Великобритании. Там выражают беспокойство. Сам адвокат накануне призвал общины украинцев выйти в разных странах на улицы в поддержку пленницы. Многие начали флешмобы с плакатами еще вчера. Глухая неизвестность продолжится как минимум до вторника. И что будет происходить с Надеждой Савченко, все это время никому неизвестно. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала «Интер». За минувшие сутки в зоне боевых действий погибли двое украинских военных. Как сообщил сегодня спикер администрации президента по вопросам АТО, Андрей Лысенко, произошло это во время столкновения с вражеской диверсионно-разведывательной группой. В результате действий украинских военных противник понес тяжелые потери. 30 человек убиты. Из-за возобновления боевых действий на Донецком направлении штаб принял решение закрыть Мариинский блокпост. Всего же за минувшие сутки на Донецком направлении произошли десятки обстрелов позиций сил АТО. Как вещать на Донбассе и как победить в информационной войне? По инициативе независимой ассоциации телерадиовещателей и антикризисного медиа-центра в Краматорске прошла конференция по этому поводу. Собрались известные медийщики со всей страны, представители местной власти и штабы АТО, чтобы обменяться мнениями. По подсчетам социологов оказалось более 70% жителей украинского Донбасса узнают новости по телевизору. Доверие к российским новостям существенно упало. Тем не менее, во фронтовой и прифронтовой зоне технический сигнал российских каналов куда сильнее. На оккупированных территориях приема украинских каналов практически нет. С какими проблемами в связи с этим сталкиваются украинские журналисты, рассказала и военный корреспондент подробностей Ирина Баглай. Но сейчас не решено это вопрос, и даже не можем найти, кто ответственный. Напевно, что Министерство информации мое вырублять именно в этом направлении и стратегию. Есть вопрос финансовое, как придбать глушилки или налагодить трансляцию украинских каналов. Но я думаю, что если бы были вытрачены деньги именно на это вопрос, то, возможно, меньше нам довелось бы закуплять зброи, танки. В Полтаве заработала патрульная полиция. Присягу на главной площади города принесли 245 новобранцев. Как и в других городах, полицейские прошли очень жесткий отбор. Это бывшие милиционеры, участники АТО и даже журналисты. Девушек среди них пятая часть. Поздравить новобранцев с началом работы приехали премьер и глава МВД. Уже сегодня вечером эти парни и девушки заступят на свое первое дежурство. Полтава стала 16-м городом в стране, в котором заработала патрульная полиция. Старалась быть справедливым журналистом. И тоже сейчас буду стараться быть справедливым полицейским. Не смотреть, кто едет на червое светло. Депутат или не депутат. Будем штрафовать всех. Там же в Полтаве министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал вопрос переаттестации скандально известного наркоборца Ильи Кивы. Уверяет, тот переаттестацию пройдет. Но когда, неизвестно. Напомню, уже в новой полиции главу департамента по противодействию наркопреступности Киву никто не проверял. Назначенный срок, тот сослался на болезнь. Илья Кива сейчас работает, и когда возникает необходимость, он пройдет переаттестацию. Илья Кива адекватный и достойный офицер. И то, что существует дискурс вокруг этого, мне это известно. Я собираюсь провести объективный процесс. На то переаттестация, в которой будет участвовать не я. И такая переаттестация непременно будет. Напомню, вокруг Кивы скандалы не утихают уже давно. Во время службы на Востоке он публично призывал расстреливать мирных людей, которые едут на оккупированные территории. А с первых дней его назначения на должность замначальника главного милиционера Херсонской области устроил проверку грузовиков, которые направлялись в оккупированный Крым. Тем самым вызвав бурю негодования водителей фур. По их словам, Кива силой отбирал у них документы и даже дрался с дальнобойщиками. Возглавив департамент по борьбе с наркопреступлениями, Илья Кива устроил скандальную облаву в столичном клубе Клоузер. Якобы изъяв там психотропные препараты и наркотические вещества и даже через суд приостановил работу клуба на три месяца. Но Клоузер уже выиграл апелляцию. Последнее показательное выступление Кивы было недавно. В студии одного из украинских телеканалов он попросил двоих наркозависимых подростков приготовить зелье из подручных средств. А потом пригласил в зал полицейских, чтобы те привлекли этих ребят к ответственности. Бывший глава СБУ собрался на выборы. Об этом Валентин Наливайченко заявил сегодня в Киеве на объединенном конгрессе общественных организаций. По словам экс-главы СБУ, поход на выборы для него не самоцель. Главное – борьба с коррупцией, забота об участниках АТО и их семьях и справедливая экономика. Эти же принципы сегодня объединили более полуторы сотни общественных организаций, а также партии «Батькивщина» и «Народный контроль». Общественно-политическое движение назвали «Справедливость» и заявили, двери здесь открыты для всех, кто также поддерживает данные принципы. Нам нужна кардинальная смена политических элит, полностью замена этих людей на новых, на волонтеров. Слушайте, это суперорганизованные люди. Добровольцы АТО – это люди, которые вообще пошли, а защищать страну, не думая о жизни, здоровье и все остальное. Объединение за трьема ключевыми программами, конкретными действиями. Армія Гидности, борьба с коррупцией и очищение и обновление влади. Домогтися зміни в парламенте и приведение тех людей, которые способны проголосовать за создание трибунала для расследования и покарания злочинцев и режима Януковича, и тех людей, которые причетны к злочине против и революции Гидности и разкрадания государства. В таких конкретных прикладах и в таких конкретных действиях бачимо свою уже политичную боротьбу. Второй день противостояния полицейских и демонстрантов в Турции. Протестующих против давления на прессу разогнали слезоточивым газом, вчера еще и водометами. В чем суть конфликта и почему Европейский Союз не спешит проявить хотя бы обеспокоенность ситуации, расскажет наш Сапкор Светлана Чернецкая. На Европейский Союз посыпались обвинения в двуличии. Его обвиняют в нежелании видеть политический беспредел в Турции. ЕС определяет свободу слова как один из главных принципов демократии, но одновременно закрывает глаза на притеснение прессы в Анкаре. Мол, сейчас Европа не хочет ссориться с Турцией. Уже в понедельник состоится саммит в Брюсселе по мигрантскому кризису, где на Анкару возлагают большие надежды. По сути, Турцию рассматривают как спасательный круг в проблеме с беженцами. А тем временем в стране уже второй день подряд происходит серьезное столкновение. Сегодня несколько тысяч демонстрантов полиция разогнала слезоточивым газом. Едва они успели собраться на митинг у стен редакции популярной влиятельной газеты «Заман». А вчера против людей применили также и водометы. Жители Истамбула вышли на митинг после назначения в издании внешней администрации. По сути, оппозиционную газету взяли под контроль власти. И судьба редакции уже предопределена. Раньше внешние управляющие были назначены двум оппозиционным турецким телеканалом. Вскоре каналы объявили банкротами и закрыли. В обществе должны звучать разные мнения. Один голос ничего не значит. Поэтому мы пришли сюда, чтобы показать у нас разные мнения и поддержать газету «Заман». Нам очень жаль. Это не такая страна, как нам бы хотелось. Мы очень обеспокоены происходящим. Ежедневник «Заман» — крупнейшая газета Турции. Распространяется и в других странах, в том числе США и Германии. Известна острой критикой властей. Писала и о коррупционном скандале, в котором был замешан сын президента Эрдогана. Издание связывает с проживающим США имамом и оппозиционером Фетхулахом Гюленом. Раньше он дружил с президентом Эрдоганом, но их отношение испортилось. И сейчас Гюлен жестко критикует Эрдогана из-за границы за узурпацию власти. А президент в отместку называет его предателем. К сожалению, за последние 3-4 года уже стало привычным видеть, как выступающих против политики правительства ждет или судебный иск, или тюрьма, или вот такой внешний контроль. Думаю, темное время настало для нашей страны, нашей демократии. Соединенные Штаты уже осудили давление на издательство, а вот лидеры ЕС пока молчат. Высказался только уполномоченный по правам человека Совета Европы Нилс Мужнегис. Заявил, что действия властей расценивает как чрезвычайно серьезное вмешательство в свободу СМИ. И несмотря на то, что здание редакции вчера заняли полицейские, журналистам все же удалось отправить в печать сегодняшний номер. Заголовок на черной первой полосе гласит «Действие Конституции приостановлено». Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Ну а ближе к вечеру на события в Турции все-таки отреагировали в Брюсселе. В заявлении представителя по политике безопасности сказано, Европа внимательно следит за происходящим. Федерика Магирини напомнила о базовых принципах демократии, в частности о свободе прессы. Турция как кандидат в членство в ЕС должна ее уважать, говорится в заявлении. Президент Турции решил построить для беженцев из Сирии целый город. Реджеп Эрдоган уже согласовал план с Бараком Обамой. Поселение решили основать в Северной Сирии. Это будет не палаточный лагерь, а полноценный город площадью 4500 квадратных километров. Правда, когда амбициозный план будет воплощен, пока не ясно. Тем временем Германия и Италия подали в ЕС совместный план действий по поводу наплыва мигрантов. Хотят ввести единую систему проверки и регистрации приезжих. А затем распределят их по квотам в разные страны, чтобы беженцы не искали убежища в одних и тех же регионах Старого Света. Словакия выбирает новый парламент и тема мигрантов доминирует при голосовании за кандидатов. Дело в том, что нынешний премьер Роберт Фитца хочет остаться на третий срок и жестко критикует миграционную политику ЕС. Он резко выступает против квот, которые хотят ввести при приеме беженцев, в то время как оппоненты считают беспокойство Фитца преувеличенным. За прошлый год убежище в Словакии попросили всего 330 человек. Хотя мигранты используют страну как транзитную, когда едут в Германию или Австрию. Как транзитную пытаются использовать мигранты и Украину? Последний пример. Девять нелегальных беженцев только за последние сутки задержали закарпатские пограничники. Эти люди пытались пересечь границу с Венгрией и Словакией. Куда направлялись и какова статистика нелегальной миграции за последнее время, расскажет Марина Коваль. Семерых граждан Вьетнама задержали на украинско-словацкой границе. О подозрительных личностях пограничникам сообщили жители села Малый Березный. В лесу они увидели четверых мужчин и троих женщин, которые быстро шли к государственной границе. Пограничникам нелегалы сознались, направлялись в страны Евросоюза. И в тот же день были задержаны еще двое мигрантов, но уже на украинско-венгерской границе. О них тоже сообщили местные жители. Задержанные оказались сирийцами. За последний год количество нелегальных мигрантов, которых задержали при попытке пересечь границу, выросло почти в восемь раз. Если в 2014 году мукачевский погранотряд задержал 64 нелегала, то в 2015-м больше 500. Из-за усиления охраны сухопутной границы нелегалы пытаются попасть в страны Евросоюза по воздуху. Так в ноябре прошлого года в Словакии разбился вертолет, принадлежавший украинскому аэроклубу. На его борту было шестеро афганцев. Все погибли. Но несмотря на риски и высокую цену, а нелегальный путь в Европу стоит до 12 тысяч долларов, желающих меньше не становится. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. По новым ID-паспортам, которые с 1 января стали выдавать украинцам, не получится пересечь границу между Украиной и Белоруссией. Об этом сообщил Госпогранкомитет этой страны. Там отметили, что по действующему двустороннему соглашению между странами от 2009 года о безвизовых поездках, граждан, новый украинский ID-паспорт не предусмотрен как документ для пропуска через границу Белоруссии. Мы попытались в миде украинском выяснить, почему так получилось, но на наши многочисленные звонки никто не ответил. Мы отправили официальный запрос во внешнеполитическое ведомство. Как только поступит ответ, обязательно расскажем вам, когда украинцы снова смогут беспрепятственно пересекать границу Белоруссии. В российской Самаре загорелась тепловая электростанция. Короткое замыкание произошло в турбине. Из нее разлилось масло, которое воспламенилось. Пострадали два человека. Один получил легкие ожоги, другой надышался дымом. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Сто сотрудников экстренных служб тушили его несколько часов. По данным следствия, турбину, которая загорелась, планировали вывести из эксплуатации только через год. США предоставят Южной Корее системы противоракетной обороны. Комплексы СААД могут перехватывать ракеты средней дальности вне атмосферы. Это поможет Сеулу обороняться от КНДР, заявили в Вашингтоне. Но вот Китай выступил резко против. Размещение систем ПВО нарушает безопасность регионе. США уверяют, что делают это исключительно в рамках санкций против Северной Кореи. Их, напомню, недавно ужесточили. А сегодня, кстати, ко всему арестовали северокорейское грузовое судно. В Израиле не хватает программистов. Страна хай-тека, один из лидеров в развитии программирования, срочно ищет рабочие руки. Ну, точнее, головы. Приглашать собираются в том числе и из Украины. О кадровых проблемах израильского хай-тека расскажет наш корреспондент Сергей Ауслендер. В Израиле не хватает программистов. Звучит вроде как странно, но тем не менее. Оказалось, что страна высоких технологий и продвинутых разработок не в состоянии полностью обеспечить себя квалифицированными специалистами. Шутка ли? 6 тысяч фирм, которые занимаются программированием, это третье место в мире после США и Китая. А народу в Израиле живет всего 7 миллионов человек, включая пенсионеров и грудных младенцев. Центры подготовки специалистов просто не справляются с заявками. Дошло до того, что людей берут на работу вообще без опыта в программировании. Такое было бы немыслимо еще каких-нибудь 5 лет назад. Заявки поступают почти каждый день. Можно сказать, что даже сегодня у меня были заявки. И людей нехватка достаточно серьезная, программистов. То есть нужны люди в определенных областях. Это те области, например, как Java-программирование, такие, как программисты для мобильных телефонов. Тут дело, как выяснилось, в падении интереса молодежи к профессии программиста. В любой специальности есть определенная цикличность востребованности. В Израиле когда-то, например, все мечтали стать адвокатами. Их сейчас в государстве наибольшее количество на душу населения в мире. Потом хотели стать программистами. Потом этот интерес снизился. Но вот потребности ввиду бешеного развития технологий только растут. Дошло до того, что лобби в поддержку хай-тека есть и такое в парламенте. Обратилась к премьер-министру Бениамину Нетаньягу с просьбой разрешить ввоз иностранной рабочей силы для этой отрасли. До сегодняшнего момента иностранцы в Израиле трудились только на стройках или в сельском хозяйстве. Возить программистов, гастарбайтеров будут в том числе и из Украины. Бениамин Нетаньягу этот план одобрил и обещал в ближайшее время свое разрешение дать. Тут, правда, возникло мнение, что иностранцы таким образом будут отбирать рабочие места у израильтян. Но эксперты успокаивают. Нехватка специалистов в отрасли на данный момент 10 тысяч человек. Так что работы и места хватит всем и своим и чужим. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканал Интер. Израиль. Президент Польши Анжей Дуда попал в автомобильную аварию. Ее зафиксировал видеорегистратор. Автомобиль главы государства двигался по загородному шоссе на большой скорости. У машины лопнуло колесо, ее занесло, а затем авто улетело в кювет. Никто не пострадал. Глава государства даже дал интервью местному телеканалу после случившегося. Его машину с места аварии увезли на эвакуаторе. Актер и руководитель одного из театров Армен Джигарханян попал в больницу. Есть данные, что у него инфаркт. Актер госпитализировали актера утром и сейчас он находится в реанимации института Склифосовского в Москве. Несколько недель назад 80-летний Джигарханян проходил плановый курс лечения, а всего три дня назад он женился. Это уже третий брак актера. Под венец повел 36-летнюю Виталину Цымбалюк-Романовскую. Супруга сейчас ни на шаг не отходит от Армена, а медовый месяц молодоженам пришлось отложить. В Лондоне перекрыто движение на основных улицах города. Что произошло, об этом и не только узнаете из нашего международного обзора. Дорогая церемония и знаменитые гости. В Лондоне продолжаются торжества по случаю свадьбы медиамагната Руперта Мердека и бывшей супермодели и актрисы Джерри Холл. Пол города перекрыто. Сегодня пара венчалась в церкви на Флит-стрит. Среди приглашенных актер Майкл Кейн, композитор Эндрю Ллойд Уэббер, драматург Том Стоппорт и художница Трейси Эмин. На двоих у пары 10 детей от прежних браков и 13 внуков. Политика на секс-меньшинствах. В австралийском Сиднее впервые в истории страны парад геев посетил премьер-министр. Малкольм Тернбулл поддерживает идею референдума об однополых браках и присоединился к зрителям. Глава оппозиции Билл Шортен оказался еще смелее. Он взял непосредственное участие в процессии. Одним из предвыбранных обещаний политика было законодательно признать однополые браки в течение ста дней после победы. В этом году красочный ЛГБТ-парад в Сиднее собрал более 12 тысяч участников. А наблюдали за шествием почти полмиллиона человек. Почти удалось. Американская компания SpaceX с пятой попытки все-таки запустила ракету Falcon 9. И та успешно вывела на орбиту спутник связи. Правда вернуть на морскую платформу в Атлантическом океане первую ступень ракеты так и не удалось. Управляемая посадка оказалась слишком жесткой. Но специалисты SpaceX попытаются все исправить. Ведь в перспективе это не только существенно удешевит запуск ракет, но и позволит благополучно возвращать на Землю космические корабли. Переполох из-за штанов. В американском штате Южная Каролина двухлетняя девочка вызвала службу 911, чтобы ей помогли одеться. Несмотря на явно детский голос в трубке, полицейские решили удостовериться, что с ребенком все в порядке. Мать малышки находилась в доме и очень удивилась приезду спасателей. Оказалось, недавно девочку научили звонить по мобильному, если ей понадобится помощь. И та воспользовалась советом. В Северной Ирландии двое мужчин 66 и 19 лет ворвались на пожарную подстанцию и угнали пожарную машину. После воры припарковали ее на клумбе возле дома, смяв при этом несколько автомобилей на обочине. Утром полиция их арестовала. Смертельная погоня. В Национальном парке Южной Африки туристы неожиданно стали свидетелями охоты львов на буйвола. Животные атаковали жертву прямо посреди дороги в нескольких метрах от автомобиля посетителей. И разделали его на глазах у изумленных туристов. Гид группы снял охоту на видео, а людям посоветовал в целях безопасности не двигаться. После перекуса один из львов примастился рядом с автомобилем. Такими были подробности этого дня уже с понедельника. Все главные новости будете узнавать от моей коллеги Натальи Белышевой. Я с вами прощаюсь. До встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин